На Автору вы с легкостью найдете новые машины. Без пробега, в различных цветах и комплектациях, в наличии и на заказ. Большой выбор моделей с гарантией от официальных дилеров, хорошие цены, скидки, бесплатный подбор, спецпредложения, реальные отзывы владельцев. Автору. Новые машины продаются здесь. Ты предлагаешь, Антон, разгон с той горы брать? А чё ты не прищепишь? Тут уже никто не заедет. Зачем вы это делаете? Всем привет! Мы находимся в Волгоградской области, потому что нас сюда пригласил Игорь Рева. И мы взяли, недолго думая, загрузили фуру, в неё положили. А я не буду говорить, что там лежит. И решили организовать в Волгограде царь горы. Первой этой осенью 2024 года собрались самые жёсткие психи на своих тачках. Они будут очень сложные горки. У нас никогда такого не было. У нас не было песков, не было крутых горок, не было ступенек. Вы сегодня это всё обязательно увидите, потому что мы всё это уже сделали. ПЕСНЯ Вон мы открываем. Будет 5 этапов, и первый из них мы открываем вот на этой вот крутой песчаной горе. Сегодня будет, ребята, три препятствия нереально жёстких. Кто хочет отказаться, лучше сразу отказывайтесь, потому что я вчера пробовал. Это действительно может быть опасно, причём финальная гора. Но тот, кто из вас окажется сегодня самым сильным, самым смелым, самым жёстким, тот откроет, внимание, фуру с подарками или с одним подарком. Но это будет очень интересно и немножко необычно. Все готовы? Да. Не, я не слышу. Да. Руки подняли, кто готов. Так, у нас сегодня 20 автомобилей приехали из разных городов нашей страны. Сейчас мы сделаем жеребьёвку, определим очерёдность заездов и начинаем штурмовать вот эту гору. Это первое препятствие. Она настолько сложная, что когда мы сюда приезжали в 19-м году на моём белом гелике, ну, я, честно сказать, не заехал. И не заехал никто, ни с каким разгоном. Как она изменилась, какой зацеп, мы не знаем. Сейчас будем пробовать. Одна маленькая деталь. В прошлый раз заехал джип Рубикон кабриолет с бешеным разгоном. Это ему удалось. А кто сегодня заедет, мы сейчас посмотрим. Вадим Лексус Москва ехал всю ночь, приехал попробовать Лексус на песочке. Правда, 120-й, Волгоград, спал всю ночь, готовился. Алексей Белгород, тот самый белый G63 АМЖ. Две гонки Царь горы ты должен будешь пропустить. Ух, я их пропустил, наверное, 4 месяца. Нет, у нас не было ни одной после Тамбова. Зря ты ехал всю ночь. Ну, как скажешь. Могу у неё конкурсы покататься? Нет, а мы сейчас проголосуем все. У нас гелик будет участвовать, кто-то имеет против что-то? Нет. Точно нет? Свой человек. Но потом в конце не говорили, когда он выиграет. Ничего страшного. Всё, участники сами сказали, что не против. Добро пожаловать в зачёт. Сергей Белгород, 150-й, правда. Андрей, та самая стиха. Лёха Капун, не скучаешь по ней? Арман, город Волжский. Наш Туарег будем долбить по полной. Алексей, Москва, Mazda CX-5. Будем себе побеждать. Георгий, город Черноголовка. Позвонили, сказали, что я выиграл. Сказали, можем отправить с ДЭКом подарок. Но зачем, если можно приехать в Волгоград и покататься на новых интересных локациях. Андрей, Волгоград, новая Нива легенд. Артём, город Волгоград, Паджаро Спорт. Будем смотреть, на чём способен, на чём мы способны. Руслан, город Астрахань. Мой боевой Прада. Будем долбить до победного. Артём, Туарег. Будем проверять фашисты на прочность. Я Салават из Волгограда и будем проверять русский автопром. Всем привет, Виктор, город Волгоград. На своём крузаке и со своей группой поддержки. Роман, город Волжский. Попробуем сегодня на Ниве. Нивы никуда не едут, но мы попробуем вскрыть фуру. Сергей, город Волгоград. Готов поучаствовать первый раз. Стас, Волгоград, Шеви, Нива. Приехал принимать участие у Антона. Будем побеждать всех рвать. Пётр, Волгоград. Это Субару Форестер. Мы приехали всех побеждать. Андрей Анапа приехал на Т2. Друг детства, Женёк. Приехали просто хорошо провести время. День добрый. Сергей, Волгоград, Нива. Но сегодня день иномарок. Какой Волгоград? Ты же воронежский. Так, участники, подходим только без толпы. Берём номерок, понимаем, кто с каким номером едет. Потом номерки, после жеребьёвки. Верните, пожалуйста, не расходитесь с ними. Капец, тебе повезло. Ты будешь присматриваться, каким ехать. Смотри, вы себе машина, да? Можно ехать? Три. Третий. Кто? Какая машина? Восьмой. Восьмой. Второй. Восьмой. Десятый. Серёга, иди сюда. Под тебя делаем. Повезло так, да? Иди, иди, надо взять. Я прям раз, белый шел. Пятый. Пятый? Нормально. Все, возвращаем номерки. Каждый свой запомнил порядок. Короче, у нас в Москве был челлендж. Полоса препятствий. Я еще говорил, мы всем подарили подарки. Что вы можете комментариями выбрать того, кто жестче всех и эффектнее проехал. Разделились мнения там Audi, либо Montero. Гога, он же Гоша, он же Юра, он же Жора. Я ему звоню, ты как, за призом приедешь или ты к нам в Волгоград? Я лучше к вам в Волгоград. Красава, приехал. У меня приятное такое. Шестнарик. 16-й айфон, самый новый, только привезли. Спасибо, спасибо, спасибо. Будешь звонить, когда плохо будет. Конечно. Жаль, у тебя номера нет на его. Все, компания Гаджет Бар привозит. Оперативно, самые низкие цены. Вы можете вот здесь вот зайти в их телегу, посмотреть, какие акции, какие цены. Реально, самые низкие цены, почему мы у них постоянно покупаем технику. Поэтому, если 16-й айфон нужен, пишите, подписывайтесь, покупайте. Магазинов очень много, они в разных городах находятся. Вы там найдете всю информацию. Я оставлю ссылку в описании. Давай, по три попыточки погнали. А как я здесь не мог заехать? Это что за прикол, я не понял? Да все, поехали, заканчивай. Да все, можешь заканчивать? Неужели он в этот раз победит? Еще не раскопали просто. А еще не раскопали? Да, то, что не раскопали, а свеженький все зашел. Будем надеяться, Вадим, из-за тебя два кулачка. Нет, сейчас стоит кому-то застрять. Он копанет, будет ступенька, будет прыжок и все. Готов? Готов. Первый раз? Ну, не первый. Ну, давай. Поехали? Да, стартует. Сколько попыток встать? По три попытки. Первая попытка уже все. Да, да, уже понятно причина. Мы даже высоковато поднялись. Еще две попытки у тебя. Мотора не хватает, да? Ну, первый раз на пониженное пошел, сейчас на повышенное. Сейчас в третий раз, думаешь, заедем? Шанс есть, но очень маленький. Давай, третий. Третья попытка и все. Я обоих. Третий номер уже так просто не заезжает. Лексус V8, а это V6. Так это видел? Его раз, раз, кинуло, кинуло. А мне кажется, он сам начал цепляться. Никогда не угадаешь, кем лучше ехать. Первым, или средним, или последним. На это и есть жеребьевка. А это горка на вылет? Сейчас будем смотреть, если все вылетят, то нет. Так уже не вылетел. Я была вторая. Нет, сейчас будет вторая. Будет вторая. Да, почти. Чуть-чуть, чуть-чуть не хватило. Может, третья попытка может покажется. Глянь, там уже какая колея вот такая вот. Слушай, ну у него скилла, мне кажется, маловато у мужика. Потому что даже он задом вот спускается. Он там то руль чуть не туда повернет, то когда-то там газ не дожмет. Получается, у нас Вадим все нарыл. В прошлый раз все ругались на шишину. Я не рыл вообще. Решил эту гору девственности. Я такой, да. Тюнинговать и дорабатывать тачки, это очень круто. И многие занимаются и увлекаются у нас на канале. И примеров очень много. Но, пацаны, я вам скажу, что следующий этап – это тюнинг своего дома или квартиры. Вот это еще интереснее. Я весь 24-й год занимался ремонтом с нуля. Когда зашел в помещение с предчастовой отделкой. И сколько же открытий я для себя сделал. Ну, про цены я вообще молчу. В последний раз ремонтом я занимался несколько лет назад. И ездил по магазинам, искал, покупал материалы. И как все вообще поменялось сейчас. Прораб говорит, надо купить это, надо купить то. Ты просто держишь телефон в руках. И пока он тебе это говорит, ты открываешь приложение Озон. И все это находишь хоть по названиям, хоть по артикулам. Набросал в корзину все, что нужно. И тебе привезли прямо на объект. Все в одном приложении. У меня был проект ремонта, который мне сделала дизайнер. И там было много разных светильников. Просто как пример. Где бы я их искал? По городу бы ездил? Все. Абсолютно все я заказал на Озон. Все эти фантазии дизайнера. Или вот даже раковину мне нарисовали такую, что неизвестно, куда за ней ехать. Где ее покупать. Я зашел на Озон и сразу же ее нашел. Так что в 2024 году уже не обязательно куда-то ездить и сравнивать цены. Все можно сделать на Озон. Кстати, с 15 ноября по 3 декабря на Озон проходит черная пятница со скидками до 95%. На маркетплейсе Озон огромный выбор товаров для строительства и ремонта. Инструменты, освещение, сантехника, строительные материалы и многое другое. А еще выгодные цены, удобная доставка, пункты выдачи заказов или прямо до двери. А также бесплатный возврат. Переходите по ссылке в описании к этому видео и выбирайте товары для дома и ремонта. Вы не понимаете в съемках, а мы понимаем. Есть! Есть! Третий раз все-таки показал класс, да, наш товарищ? Что самое интересное, что это не самая сложная горка, это так начало. Ты приехал случайно в Волгоград. Да, я тут был проездом. Увидел случайно в телеге наш сториз. Что вы тут катаетесь. Остановился, снял номер. Поехал, арендовал Нивочку. Но с Нивой, конечно, я прогадал. Я не знал, какой подъем тут бешеный. Короче, гелик мне не дали, к сожалению. Мне дали только Ниву. Вот этот аппаратик мне очень нравится. Он такой симпатичный китаец, да? Сейчас посмотрим, на что он способен. Красава, ты понял? Вот вам и Китай! Ты сказал, покупай сразу себе. Еще, да, смотрите. Да, я тебе сказал, а если ты первый раз заедешь? Я хотел тебе что-нибудь... Смотри, у нас же сзади тебя. Задулек, красавчик! А теперь посмотрим, что может Нива. Ну ты удивил всех. Я сам удивился. Сам удивился? Не, вы прет нормально. Добро пожаловать. Ну что, друзья, ставки, заедет или нет? Нет, нет. Погнали! Полоса позора. Давай! Он понакопать специально хочет, понял? Давай еще раз. Давай, пока не убьешь ее. Смотри, не заедешь, с тебя раки. Еще копать! Игорек, у тебя Шкода полноприводная. Почему ты не в зачете? Прикинь, 500 сил против этого бы поехал. Для этого Шкода делалось. Сказали, заедет. Давай! Туда GZ надо. Слушай, ну, Нива это вот Нива. Нива классная, она для других вещей машина, ну не для вот этого. Ставь на нее резину, не резину, не будет заезжать. Пока не хватает просто, элементарно и все. Ну это все знают, что это. Подарит, а завтра уже... Пока что лучшая Нива на сегодня. Нива ковил рейдж-ровер, бери! Жалко ему. Водя пошел! Интересно, а Вадим сможет повторить после всех? Мне кажется, да. Если не повторяет, вылетает. Да ладно! Даже сам менеджер Антон тогда туда не заехал. Теряет сноровку. Субарик, вот это интересно. Какой номер у тебя? Не ясно. Так а вон восьмой, вон. Сзади стоит. У тебя восьмой, Лех! Вон обратно. Меняйте встали. Жулики просто. Аферисты, мошенники. Лех, это самое лайтовое на сегодня, чтобы ты понимал. Зрево-то... Давай-давай-давай-давай-давай! Слушай, ну не хуже гелик и дело просто. Вообще, он так же прошел. Слушай, как гелик. Зачем покупать 63-й за такие бабки, когда можно взять Мазду? За такие же бабки? За такие же бабки, да. Заскочишь? Я думаю, что конечно. Давай! За второго раза заедет. Ну красиво ехал. Красиво! Селично очень. Ну Тимоха бы в первый раз заехал бы. Это ж Тимоха. Привет тебе, братулечка. Родился Тимоха, а потом придумали Субара под Тимоху, да? Да, так и было. А, так и было, да. Мне кажется, его в Субаро рожали тогда. Он сейчас слабо разгазовал ее. А знаешь, что она ему сейчас говорит? Приедь ко мне, закажи тачку в джентльмен на авто. Я тебе привезу нормальному Субаря. Нет, пуская газа. Последняя попытка. Ну смотри сам, но, блин, первое, ты копаешь сильно очень. А ты давно на машинах меньше 10 миллионов ездил? Конечно. Он забыл, что такое. Он забыл, что такое обед меньше 10 тысяч рублей. Каждые выходные почти езжу. Это вот он наверху правильно все делает. Чтоб дальше никто не заехал, да? Честно сказать, я думаю, он достоин пройти на следующую горку. Потому что, ну, он очень хорошо шел. Хорошо, да. Ну, Шевролет заедет, нет? Нет вообще. Оно до тебя доедет с третьей попытки. До тебя. Полетели! Да. Ну, вот насколько я слышу и вижу, он на пониженной. Это вообще без вариантов. Давай сразу. Резина АТ-шка, она роет под собой сильнее. Резина АТ-шка, она роет под собой. Резина АТ-шка, она роет под собой. Поехали. Неплохо. Хорош. Все, тебя освободили, дорогу. Только на метр подъедь вперед. Вот, колесики справил хорошо. Полетели. Переключился, понял, и все. Клочевал. Клочевал. Просто она мощность теряет на дух. И надо клочевать, чтобы она хотя бы как-то поехала. Волгоградские шнивоводы настолько суровы, что победа любой ценой. Ты насмотрелся, что шнивы не едут, да? Конечно. Решил по-быстрому облегчиться. У тебя быстросъемные двери. Они все такие. Один концевик откручивается, и все. А, да, получается, один болт и на петлях поднял. Как на BMW его возьми. Я им говорил, турбануть надо за ночь. СРС-кип сняли турбину, подкинули и взял. С Антонова? Пожалуй, ты ее продал. С Антонова, а что у него две? Ну что, мы забрали чуть повыше. Да ладно. Пойдем. Нет, нет. Велика ады сейчас. Чик-чик-чик, Игорь, на карту только пик. Все активировалось. Не-не-не, затух, затух. Все там. Выше, чем Нивы заедут. А что ты не пристегнут? Пока стоял, украли двери. Пристегни. Смотри, Ниву, как облегчили. Смотри, красавчики, да. Понял, двери сняли, да? Да. Это наши пацаны. Главное, чтобы он не перевернулся, не выскочил. Поехали. Что такое? Дорая, пониженная. Жеклеры надо было почистить, по-моему. На него отдельно собрать. У него дроссельная заслонка забит. Да у него, наверное, в аварию упал мотор, потому что он видит, что дверей нет, замки не видит и пишет ограничение мощности. Проследуйте на сервис. Слушай, а если вот так вот купишь дачу, она, допустим, у тебя где-то наверху или наоборот дача внизу, а город возвращаться вверху, у тебя Нила. А еще и прицеп надо вести. Эти стоидовые. Следующий. С Нилой мне просто, они быстро чик-чик и уехали. Просто все с геликами, они просто одну попытку потратили на заезд наверх и все. Дизель, тревожка, да? Тревожка дизель, да? Чип есть. Все на стоке. Движка не хватает, машина тяжелая, но очень классная. Туарег хорошая машина. Да, у него сейчас разгон уже не получается из-за того, что Нивы нарыли. Одно колесо с левой стороны крутится, справа не крутится. Ему нужны, типа, блокировки какие-то? Ну, наверное, честно, не шарю в этом. Я тоже. Говори. В топ-3 самых желанных подарков этого года входят наушники и пылесосы от тюменского бренда Кейс Гуру, доступные даже для небольших зарплат. Сиджи Потс, Эйр Про, это наушники-берушники. Убирают любые шумы. Вопли в метро, соседы с перфоратором. Вы не услышите даже зомби-апокалипсис. Новейшая блютуз-прошивка Сиджи Потс жрет заряд устройств не больше, чем проводные наушники. Но при этом вы не путаетесь в проводах. Наушники Сиджи Потс Бит – это новейшие кодеки воспроизведения и шумоподавления, как в студии звукозаписи. Блютуз с тюменских наушников Кейс Гуру работает через две стены. Наушники Кейс Гуру не потеряют связь с устройством. Биты работают 6 часов на одном заряде и хватит на праздничный марафон сериалов и игр. Сиджи Потс Спорт с усиленной влагозащитой не боятся ни снега, ни дождя. Двойные крепления подходят к любым ушам. Сиджи Потс Спорт подходят к любым ушам. Уши не устают. Даже знаменитые бренды так не могут. В комплекте 7 пар креплений и 2 пары амбюшюр. Как особый бонус, тюменцы дают пожизненное обслуживание, гарантии и хорошую скидку на свои устройства. Для заказа сканируй QR-код или переходи в описание. Там ссылка на беспроводные наушники Сиджи Потс по разумной цене. Промокод менеджер 11 на скидку до 500 рублей. А нафига ты головой пробил лобовым? Это я злой был, это кулак был. На кого? Жизненный. Это прицел, как на Мерседес. Есть прицел? Ну такой же. Паучок просто убежал. Ты кулаком это ударил? Да, злой был. Ну бывает. Раз в три года можно лобовым поменять. Это когда ты айфон, ему каждый выпуск не даешь. Он бьет. Он не заслужил. Это и так авансом получил. Мне кажется, у него все шансы есть. Вы ему скажите, если он заедет, он сим-карту выиграл к своему новому 16-му айфону. Нарыли тебе, конечно, жестко. Я сейчас три шпакта. Да? Да, можно попробовать как-то сглаживать. Заодно уложишься? Попробуй. Поехали. Давай. 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 Уровень бог. Как хорошо едет, да? Угу. Расскажи, как ты это делаешь? Уверенно. Уверенно? Да. Тебе еще сим-карта боагается от юрца. Да? Да. С минус 2000 рублей. Братишка, ну а как? Жить-то надо, у меня трое детей. Ставь долги вгонять. Что ж так? Давай. Ну это бывает. Ну ладно. Ничего страшного. Один раз живем же. Вообще без вариантов. Почему не Женивы? А, поднялся? Да. Ну не знаю. Первый раз. Опыт. Надо сейчас. Ты первый раз на Афроу? Класс. Уже выше Нивы. Отлично. И сейчас на третий раз еще газку добавить в пол. У него первый оффроуд. Подскажите ему, пожалуйста, опытные оффроудеры. Первым делом надо продать 200-ку. На этом все. 200-ка не для этого, правда. Это за грибами выехать куда-то. Просто ласку. На повышенную не надо. На повышенную. На повышенную, да. Блин, я первый раз шел на повышенную. Не получилось. А включи принудитель на первую передачу. Нет, сейчас, короче, получилось. Ну, сейчас вот я на первую рукой раз и переключил. Выключи систему стабилизации до конца. Не, выключил все и сделал. Да, да, да. Сейчас на второй попробую. Прямо со старта дави сколько можешь. Блин, здесь прыгаю, здесь я теряю скорость. Попробуй хотя бы одной стороной. Левее, а въедет вот так и заедет. Все, пробуем. О! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Зачет, сработает! Зачет! Брат, у меня была такая машина. Мне не очень она нравится. 17 живет? Нет. Сколько? 15. 15. Ну, это же как ездит. Ты доволен машиной? Не, она классная, надежная. Ну, мне что-то не подошло. У меня маленькая девочка на ней ездила. Она такая красивая. Я второй раз сейчас просто, знаешь, что, ошибся. Я нечаянно переключился на первую. Могу вот так остановить. Пусть опирается. О, ля, жуки. Вадим, снимай жуков. Так, техинспекция. Проверяем давление в шинах, давление масла. А к тебе самое такое прижатое отношение. Сначала как бы СТО-фильтр. Включай аварийку, проверим. Каждую лампочку. Аккумулятор. Цвет фар. Если что-то не работает, все, вылет. Это аптечка есть? Все, и нет. Это наши, наши пацаны. Тут они... Мне кажется, он даже без двигателя заедет. Два с половиной. Турбо? Да. Или ноздря просто приделаешь? Турбо. Серьезно? Да. Ну, давай. А что ты хотел поменять на Прадик это? Просто. Сразу не веришь в свою машину уже изначально? Нет, просто две хотел. И ту, и ту надо попробовать. Я тебе скажу честно, дальше Прадик на нем страшнее будет, чем на Субаре. Все хорошо. У тебя будет преимущество, если пройдешь сейчас. Давай. На Субаре специфика, ты когда газ бросаешь, блокировки размыкаются. Нельзя газ бросать. Откуда ты что-то знаешь? Да я же Субарист. На данный момент, пока все участники заезжали, мне очень сильно понравился G-Tour. Китаец. Держи в одном положении. Двадцать первая еще была машина, кто? А, вон Нива. Нива, да. Важный, 5 лет на призыв от Кубарки. Почему любая Нива доезжает до одного, до того же места? Ну, просто не хватает движка реально. Ну, всем? Всем, конечно. И резины? Нива классная машина, обалденная, но для других моментов. Нива плюс-минус до одной точки доехали все. Короче, мы посмотрели, это было на самом деле простое задание по сравнению с теми, что будут дальше. Поэтому Нивам, по большому счету, дальше делать нефиг абсолютно, только тратим время и убиваем свои тачки. Вы можете остаться, посмотреть, поприсутствовать, может быть, кто-то даже вне зачета попробует где-то. Сейчас мы переходим на следующее препятствие. Заехали не все, но потенциал есть. Я все равно вижу, мы это обсудили. Туареги, оба, которые там до середины доехали, двухсотка, Субари почти заехал, Форик тоже оставляем. В общем, Нива это 100%, моторов дальше не хватит. Давайте руки поднимем, кто остался. Не надо. Очередность прохождения следующего препятствия. Погнали. Шестой. Везет тебе. Пятый. Пятый. Первый. Какая машина? Прата. Нормально. Одиннадцатый. Тоже первый, два раза. Тринадцатый. Друга. Друга. Бери второй номер. Извините. Пальсян, я. Второй? Девятый. Десятый. Вадим снова первый. Отлично. Седьмой. Пацаны, короче, траекторию. Можете змейкой ехать, как хотите, хоть тетрисом. Главное попасть, вот где Юра стоит, слово. Это створ ворот. Приколодцы, походу дела. Не-не, гелик сюда заедет однозначно. Это самые чемпионы. Но еще есть вариант, что заедет арабский, да? Арабский Прадик. Это не Прадик? Шестнадцатый. Он решил сгреться за два раза по конкретному. Тут уже никто не заедет. Все вылетают. Никитос, фура остается не распечатанная. Да, да. И пусть это будет загадочкой. Я бы вот так вот влево взял бы, влево, и потом бы заскочил на эту полку, а там бы уже... А там бы уже кувыркался бы вниз, как всегда. Нет, тут два победителя. Чтобы здесь подняться, надо там с хорошей скоростью выходить. А там она вся теряется. А все у него, была последняя попытка. А сколько попыток? Пять. Давайте второго. Тебе две. Ты предлагаешь, Антон, разгон с той горы брать? Да. Чтоб сподлетали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот я подумал, интересно посмотреть, когда хоть раз гелик не сможет. А здесь, мне кажется, он не сможет. Батя, нам некогда с тобой еще щукаться. Виталик, не гладь его по ноге. Давай газуть! На коленку ему жми на правую. На коленку, да, да. На коленку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты пока выше всех. Мы сейчас, как всегда, правила переиграем в твою пользу. И скажем, кто выше всех, кроме геликов. Мне кажется, сегодня будет битва в финале гелик против вот этого Лексуса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут неплохо, да? Он прям стартанул очень хорошо. Прямо зацепа Игоря не подсказывала сейчас ничего. Может, он включил? Реально повеселее, чем туда. Может, возможно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй раз по одному и тому же месту смысла нет ехать. Короче, последнее задание было чисто у кого самые твердые яйца. Что надо будет делать? Лупцевать друг друга. А, потрогать? Переворачиваться. Переворачиваться? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего себе! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, Вадюх, уже все? Заболновался? Нет, нет, не заболновался. Просто вот здесь уже сильно разрыто. И тяжело вот здесь теряешь. Лень, как и бархан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Взаг других переживай, как они там заезжать будут. Так он еще вообще не дозрел. Глянь, у него белые бубочки. У тебя белые бубочки. Будете? А ты дозрел, у тебя уже бубочки-то, смотри. Глянь, как и бархан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты можешь притвориться, что ты не можешь заехать, чтобы у людей вопросов не было, знаешь? Зачительство этого автомобиля и пилота. Нет, 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 я буду долбить на всю. Красавчик. Это сатана вообще. Реально. Я предлагаю его вообще не пускать на ближайшие все цари горы больше. Ничуть не впечатлил. Обычное выступление для 63-го гелика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас я с первой попробую на первой. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто капать сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все равно выше всех пока что-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз у меня есть, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Три, у тебя три раз, давай. Ну давай со второй, да со второй как-то она получше ель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еле просят теперь одну еще попытку, потому что он не знал, что можно прям лево-лево ехать. Вот этот Lexus просит? Что-то молчит стоит. ТРХ бы здесь заехал тысяча процентов. Просто ТРХ настолько большой, что у него жопа бы еще внизу была. А вверх уже наверху. Если мы вставляем приз и сами еще и катаемся. Надо кататься в те как бы покатушки, когда нет никаких призов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пару комментариев, пару слов. Вот и попытались, что с ними набрюхать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это вообще невероятно было! Вне зачета переборщил чуть-почуть, распрыгался. От счастья, наверное. Я не знаю, петаль, по-моему, заклеила. Слушай, да по большому счету можно любую тачку заставить здесь ехать. Ну, не любую большинство можно. Ну, где мотор есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, я приехал к тебе с челленджем. Готовишь паспорт. И что? И 4,7 миллиона. Приезжаешь в Москву за машиной. Просто дашь мне сейчас паспорт, чтобы я утиль на тебя списал год без права продажи. То есть ты год ее вообще продать не можешь. Тебе нужно списать. Да, мне нужно списать утиль, чтобы продать машину дешево. Ну, на мне будет тачка, за которой я бабки отдам, и на которой я не смогу... Вероник, как бы... Которую ты не сможешь продать. Может, ну, как бы год она у тебя будет продать, я не езжу. Ну, просто заморожу деньги, или я буду на ней ездить прям нормально? Да нет, ездить будешь. Попробуй, пробуй. То есть она не стрёмная? Нет, не стрёмная, нормальная машина. Ну, типа, я бы ездил в полкну. Нормальная тачка. Ты же от лисянов даже блюешь. В чем блюю? Я говорю, хорошая машина, но не одна. Как вторая, как третья, ну, как бы, да. Я просто люблю быстрая машина. А она быстрая? Ну, нормально. Упа. Едет. Мы общаемся, он знает, что если бы я брал, то трешку дизель. Я бы не брал бы электричку, не брал бы гибрид, потому что, как бы, у меня все это было, либо есть. Слушай, а если нет денег? Если нет денег, что-нибудь придумаем. У тебя есть машины. Искан нужен? Скан паспорта, я скидываю, надо, чтобы в понедельник уже машины начали срочно опортировать. В понедельник ее срочно надо оформить, чтобы ты приехал. Мне нужно будет что-то продать из моих машин, либо танк, либо там Лисян, либо РСК. Продаж, приедешь. Ну, а оно стоит того? Сто процентов. Серьезно? Не потеряешь это точно. БМВ? Нет. Америка? Нет. Корея? Нет. Китай? Нет. Германия? Да. Это БМВ по-любому. Это БМВ сто-пудово. Сто-пудово, я уверен. Смотри, глазки задергались. В очках. Кадык задрожал. Чтобы ты понимал, что БМВ с Германии пригнать за 4,7 сейчас, что ты пригонишь? Двойку? Ну, будешь на двойке ездить. Ну, двойку, 1,6. Будь на двойке ездить, 1,6, да. Не, не буду. Я буду. Но зато выгодно. Я точно не буду ездить? Да. Ты мои предпочтения знаешь. Да. То есть я прямо скажу классно. Я думаю, что так. Слушай, а мы с тобой хейтили, да, эти G-туры? Я никогда не хейтил. Ладно, я. А они потихонечку, то ваши БМВ выживают с рынка. Это точно. Люди-то идут, деньги отдают. Согласен. Я думаю, что он может много, просто как бы он сейчас немножко жалеет. Смотрю, у него резина хорошая какая. Но он ее плохо строил. Как будто его душит. Что-то он, походу, не отключил. Пониженная, что ли? Его душит и электроника, походу, делает. Либо электроника, либо он что-то, ну, может. Я не знаю, короче. Как-то он веселее до этого ехал. Чуть-чуть передолбился. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok